Спасти чью-то жизнь в экстренной ситуации случается нечасто, но только не для спасателей. На их счету множество всевозможных историй и предугадать следующую просто невозможно. Чтобы быть готовыми оказать необходимую помощь, прямо на рабочем месте в Центре гражданской защиты регулярно проводится отработка нормативов, практических навыков и теоретические занятия. Сегодня по оказанию первой медицинской помощи. Шина накладывается двумя спасателями. Один фиксирует конечность, другой ставит саму шину. В паре они работают и при надевании шейного корсета, если это необходимо. Представляем, что у нас человек упал. С него еще не сапог не может. Соответственно, один человек держит голову, фиксирует ее тем самым, чтобы не было каких-либо движений. Второй спасатель уже начинает движение непосредственно самового ротника. Правильная фиксация воротника не допускает смещения шейных позвонков при переломе, а транспортировка до кареты скорой помощи строго на щите. В случае сильного кровотечения необходимо наложить жгут. Стараемся накладывать достаточно низко, для того, чтобы у нас был запас, потом все выше-выше его переложить, если, допустим, очень долгая транспортировка. Накладывается в летнее время, полутора часов в зимний, это получается. Самое главное – обозначить время наложения жгута, закрыть тканью часть тела под ним и ни в коем случае не скрывать жгут под одеждой, иначе врачи не заметят его сразу. В обязательном порядке спасатели заполняют карту пациента, где указывают все травмы, обнаруженные на месте происшествия, и передают пострадавшего медикам. Очевидцем происшествия, в принципе, может стать абсолютно любой и каждый человек. В любом случае, если есть какое-то подозрение, что на место нужно, чтобы направились экстренные оперативные службы, естественно, необходимо позвонить 112 и хотя бы в общих чертах объяснить, что произошло конкретно, какая помощь требуется, и сориентироваться на местности для понимания, где непосредственно человек находится. Ольга Дмитриева, Фарид Харидинов, телекомпания Одинцова.